Вот наш роддом зеленоградский, вот он. Деда, ты просто поела, она съела вот это, вот ветра. Нет, это съел папа, это съел папа, не верьте. Вот так вот мы роды принимаем своим. Качаются наметчики, кип-боксы здесь большие, вообще прикольно. Да, сам бы радио. Ку-ку. 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 вчера был перелета все нормально две таблетки ножку перед перелетом вот но все прошло абсолютно нормально конечно немного волновалась но вот путешествие у нас будет довольно активное хотя мне нужно типа лежать мы посмотрим не знаю потому что дома когда лежишь целый день или сидишь толку мало когда ходишь то как раз почему-то лучше становится в общем буду держать дальше вас сегодня четвертый день путешествия вот я хочу сказать о том о своем самочувствии мне врач категорически не рекомендовала купаться мы все равно приходится довольно таки много ходить но не менее 8000 шагов в день я прохожу вот каких-то ухудшений точно нет то есть то что было у меня до отъезда и те проблемы с которыми я приходила к врачу вот они как были так и остались хуже не стало вот поэтому так сегодня мы сейчас мы в горах вот два дня я уже ночевала в палатке причем вчера вообще на утро я себя чувствовала лучше чем обычно в том плане что меня не тянул нигде живут такое ощущение было легкости а у меня кстати нет токсикоза абсолютно поэтому я ем все что хочу так сейчас у нас 17 ноября мы сейчас уже на полуострове акамаз там ящериц впереди пробежала вот как мое самочувствие самочувствие у меня отличная я бы сказала вот сегодня как у нас нам предстоит такая большая пешая прогулка но налегке до этого мы ночевали в горах две ночи довольно таки было прохладно вот и вот вчера ночевали в гостинице хорошенечко отдохнули сегодня вот опять у нас палаточный отдых здесь на полуострове акамаз это национальный парк водится я почему все время оглядываюсь потому что здесь водится герза ливанская гадюка вот я этим видео ни в коем случае никого не призываю этими видео поступать также если вам врачи рекомендуют физически там и прочий покой и не если вы чувствуете что вам это необходимо конечно это делайте моем случае получилось что мы купили билеты на кипр уже тогда когда тогда еще ничего не знали вот мы купили их через только там недели три узнали это приятная новость вот я как бы тоже не хочу все эти там девять месяцев сидеть никуда не ходить и сюда а потом еще все таки с маленьким ребенком далеко никуда не выйдешь вот так вот себя во всем все время ограничивать мне не хотелось короче мы вернулись за виноград вот сегодня сходила на узи что посмотреть все ли в порядке как там дела после нашего довольно активного путешествия это что мало чего поняла в этом узи но судя по всему то из-за чего мне там полагался физический покой все такое но ушло ставят сейчас 14 недель вот но надо идти к врачу и посмотреть что он скажет что там по узи на самом деле как вы уже поняли все оказалось замечательно несколько важных советов беременным путешественницам самолет берите воду наденьте компрессионные колготки это для профилактики тромбоэмболических осложнений выпейте перед полетом ножку или поставьте свечи для профилактики тонуса во время перелета по возможности ходите чем больше срок тем больше подушек вам нужно для комфортного сна имейте в виду обязательно сделайте медстраховку во время беременности иммунитет ослаблен имейте это в виду планируя путешествие если путешествуете начиная со второго триместра возьмите с собой бандаж с ним гораздо легче при длительных прогулках уточните до какого срока ваша авиакомпания пускает беременных на борт дорогие наши подписчики мы конечно будем продолжать наше путешествие теперь уже обновленным составом наши путешествия станут еще веселей и увлекательней и надеюсь вдохновят вас не сидеть дома и вести активный образ жизни подписывайтесь все только начинается и Субтитры подогнал «Симон»